Как самостоятельно подстричь секущиеся кончики волос. Частое использование термоприборов, воздействие химикатами, ненадлежащий уход способно привести к сухости волос. Это чревато не только ухудшением качества полотна, но и возникновением проблемы рассечения концов. Посеченная шевелюра выглядит неопрятной. Локоны склонны к обламыванию. Вылечить этот дефект удается не всегда. Чаще всего прибегают к различным технологиям стрижки. Затем проводят мероприятия по предотвращению рецидивного возникновения проблемы. Разберемся, что эффективнее предпринятие как все таки подстричь секущиеся кончики по всей длине самостоятельно в домашних условиях. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Стричь или лечить любая шевелюра нуждается в регулярной стрижке терапевтического характера подравниваний концов. Периодическое укорачивание прически поможет сохранить форму стрижки, обновить линию среза, остановить или предотвратить проблему сечения концов. Текущее состояние шевелюры не всегда является отражением ее здоровья. Отсутствие секущихся концов не говорит об идеальном положении дел. Возникнуть проблема может внезапно, развиваться стремительно. Факторов, благоприятствующих появлению расслоения стержней, множество ненадлежащей питания, недостаточное поступление витаминов, минералов, сбои в режиме, нарушение водного баланса, недостаток влаги в организме, неблагоприятные воздействия среды, ветер палящий. Солнце, осадки, перепады температур, соль или хлор в воде, агрессивные воздействия механического, термического, химического характера, укладка, окрашивание. Заметить появление секущихся концов способен даже тот, кто никогда не сталкивался с этой проблемой. Возникновение не связано с типом, состоянием шевелюры. Наиболее часто склонность приписывают сухим, длинным, тонким локонам, регулярно подвергающимся факторам, перечисленным ранее. Для профилактики устранения проблемы шевелюру периодически подвергают стрижке. В лечебных целях это полное устранение неблагоприятных участков с захватом 3-5 мм здорового полотна. Для профилактики достаточно убрать 1-1,5 см внешней здоровой длины. Подравнивание производят с периодичностью 4-12 недель. Частота стрижек обусловлена скоростью роста шевелюры. Условно рекомендуется осуществлять профилактическое состригание кончиков со следующей периодичностью 8-12 недель для длинных волос. 6-8 недель для локона в средней длины, 4-8 недель для короткой шевелюры. Если возникает проблема сечения, то устраняют явление как можно быстрее. Наилучший выход – стрижка. Проблему незначительного масштаба можно попытаться убрать без применения ножниц. Применяют косметические препараты специального действия, лечебные процедуры. В крайнем случае допустимо использование методик, маскирующих проблему. Способы стрижки волос с посеченными участками, чтобы максимально сохранить длину, но эффективно удалить поврежденные участки, существуют. Различные методики стрижки секущихся концов. Тот или иной вариант применяют в зависимости от масштаба распространения проблемы и удобства использования технологии. Машинка-сплит-эндер прибор с названием «сплит-эндер». Внешне напоминает обычную расческу, но обладает более внушительными размерами. Машинка заклучена в пластиковый корпус. Рабочий механизм состоит из камеры с разравнивающим роликом-лезвием. Срезанные участки собираются в специальном отсеке. Прибор обладает эргономичным и привлекательным дизайном. Ручка с автавками из резины позволяет надежно удерживать машинку. Работа механизма обеспечивается пальчиковыми батарейками. Перед применением приспособления волосы моют, сушат, расчесывают. Для использования машинки от общей массы отделяют прядь, включают прибор, открывают зажим рабочей камеры. Волосы помещают между расправляющими зубчиками. Прибор медленно перемещают по длине пряди. Происходит одновременное распрямление локона и срезание тех частей, которые торчат в разные стороны. Обычно это наиболее сухие и поврежденные участки. Концы обрабатываемой пряди также подрезаются на 2-3 мм. После работы с локоном оценивают его состояние. В случае необходимости повторяют действие. По мере наполнения отсека для срезанных участков его опустошают. При получении удовлетворительного результата прядь фиксируют зажимом, отделяют следующую процедуру, повторяют. Сплит-эндер максимально сохраняет длину, убирая секущиеся кончики по всей протяженности. Процедуру реально проводить самостоятельно. Хотя производитель позиционирует прибор как профессиональный требующий мастерства. Однако выполнять процедуру нельзя слишком часто. Шевелюра начинает рядить и стончаться. В результате обработки под нож попадают не только секущиеся кончики, но и здоровые участки волос. Машинкой удобно пользоваться как профессионалом, так и дилетантом. Прибор не требует наличия электросети. Его удобно брать в поездку. Апостров закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Стрижка жгутиками на первый взгляд. В жгутиках нет ничего сложного. Мастер берет прядь, скатывает ее в тугой жгут, обрабатывает по всей длине ножницами. Подобную технологию можно повторить в домашних условиях. Вот только в салоне для состригания секущихся концов применяют не обычные ножницы, а электрические. В процессе воздействия происходит нагрев инструмента. Чрезмерно высокий показатель чреват ухудшением состояния локонов. Вместо положительного эффекта можно получить копно переженных по всей длине волос. Помимо остригания торчащих в разные стороны секущихся концов производится подравнивание длины. В завершение процедуры мастер нагретым инструментом проводит по полотну, запечатывая кончики. В результате успешной работы клиент получает гладкие, блестящие волосы, сохраняющие привлекательность на срок до 4-6 месяцев. Провести самостоятельно такую процедуру невозможно. Следует задуматься, а стоит ли сам и себе стричь волосы. Можно использовать аналогичную технику с обычными ножницами, но эффект будет менее продолжительным и броским. Филировка С помощью филировки можно не только придать прическе желаемый контур объем, но и выполнить обработку неаккуратных кончиков. Самостоятельно выполнить процедуру не получится, есть риск испортить форму, усугубить ситуацию сечения волос. Обработка кончиков с использованием филировочных ножниц осуществляется следующими способами. Горизонтальный срез Вертикальная проработка Снятие длины Горизонтальное срезание прядей позволит добиться естественности восприятия стрижки. Для снятия сеченых концов обработку производят на длину расщепления. Прядь зажимается между указательным и средним пальцами. Легким движением руки волосы оттягиваются вниз, производится срез в горизонтальном направлении. При вертикальной обработке прядь оттягивают вертикально в сторону, ориентируясь на пробор. Филировочные ножницы не смыкают полностью. Стрижка производится легкими скользящими движениями от основания волос кончиком. В результате пряди получают приятную округлость, переход между ярусами слоистой прически смягчается. Обработка зубчиками производится контурно по всему периметру стрижки. Волосы состригаются попрядно под углом 45 градусов. Результат техники – легкая размытость, небрежность контура прически. В предотвращении секущихся концов для профилактики проблемы рекомендуется подстричь больные или участки. Только после этого приступать к лечению, предотвращению дальнейшего возникновения. На первую очередь требуется наладить питание, насытить рацион полезными продуктами или ввести витамины. Минеральный комплекс с питьевой. Режим не менее 2-3 литра жидкости ежедневно, здоровый сон, устранить недосып, стрессы, правильный уход за шевелюрой, мытье, сушка, укладка. Для предотвращения дополнительного травмирования рекомендуется производить стрижку горячими ножницами. Стандартный инструмент оставляет после среза открытый кончик. Это ворота для различных негативных влияний. При использовании горячих ножниц кончики запаиваются. Вариант сохранения достигнутого стрижка результата осуществления салонных процедур для искусственного запечатывания волоса. Наиболее популярными из них признаются ламинирование и тронирование. Шевелюра обрабатывается специальными составами, питающими, увлажняющими, создающими стойкую защитную пленку. Эффект держится около месяца. Процедура позволяет склеить секущиеся кончики, уберечь от расслоения. Избавиться от посеченной шевелюры рано или поздно придется. Лучше не доводить ситуацию до того, чтобы обрезать существенную длину. Наиболее удачный вариант профилактическая стрижка в сочетании с мерами, уберегающими от рецидива проблемы. Полировка волос дома. Борьба с секущимися концами волос. Стричь и лечить. Любая шевелюра нуждается в регулярной стрижке терапевтического характера подравниваний концов. Периодическое укорачивание прически поможет сохранить форму стрижки, обновить линию среза, остановить или предотвратить проблему сечения концов. Текущее состояние шевелюры не всегда является отражением ее здоровья. Отсутствие секущихся концов не говорит об идеальном положении дел. Возникнуть проблема может внезапно, развиваться стремительно. Факторов, благоприятствующих появлению расслоения стержней, множество ненадлежащей питания, недостаточное поступление витаминов, минералов, сбои в режиме, нарушение водного баланса, недостаток влаги в организме, неблагоприятные воздействия среды, ветер палящий. Солнце, осадки, перепады температур, соль или хлор в воде, агрессивные воздействия механического, термического, химического характера, укладка, окрашивание. Заметить появление секущихся концов способен даже тот, кто никогда не сталкивался с этой проблемой. Возникновение не связано с типом, состоянием шевелюры. Наиболее часто склонность приписывают сухим, длинным, тонким локонам, регулярно подвергающимся факторам, перечисленным ранее. Для профилактики устранения проблемы шевелюру периодически подвергают стрижке. В лечебных целях это полное устранение неблагоприятных участков с захватом 3-5 мм здорового полотна. Для профилактики достаточно убрать 1-1,5 см внешней здоровой длины. Подравнивание производят с периодичностью 4-12 недель. Частота стрижек обусловлена скоростью роста шевелюры. Условно рекомендуется осуществлять профилактическое состригание кончиков со следующей периодичностью 8-12 недель для длинных волос. 6-8 недель для локона в средней длине, 4-8 недель для короткой шевелюры. Если возникает проблема сечения, то устраняют явление как можно быстрее. Наилучший выход – стрижка. Проблему незначительного масштаба можно попытаться убрать без применения ножниц. Применяют косметические препараты специального действия, лечебные процедуры. В крайнем случае допустимо использование методик, маскирующих проблему. Способы стрижки волос с посеченными участками. Чтобы максимально сохранить длину, но эффективно удалить поврежденные участки, существуют различные методики стрижки секущихся концов. Тот или иной вариант применяют в зависимости от масштаба распространения проблемы и удобства использования технологии. Машинка-сплит-эндер. Прибор с названием «сплит-эндер» внешне напоминает обычную расческу, но обладает более внушительными размерами. Машинка заклучена в пластиковый корпус. Рабочий механизм состоит из камеры с разравнивающим роликом лезвием. Срезанные участки собираются в специальном отсеке. Прибор обладает эргономичным и привлекательным дизайном. Ручка со вставками из резины позволяет надежно удерживать машинку. Работа механизма обеспечивается пальчиковыми батарейками. Перед применением приспособления волосы моют, сушат, расчесывают. Для использования машинки от общей массы отделяют прядь, включают прибор, открывают зажим рабочей камеры. Волосы помещают между расправляющими зубчиками. Прибор медленно перемещают по длине пряди. Происходит одновременное распрямление локона и срезание тех частей, которые торчат в разные стороны. Обычно это наиболее сухие и поврежденные участки. Концы обрабатываемой пряди также подрезаются на 2-3 мм. После работы с локоном оценивают его состояние. В случае необходимости повторяют действия. По мере наполнения отсека для срезанных участков его опустошают. При получении удовлетворительного результата прядь фиксируют зажимом, отделяют следующую процедуру, повторяют. Сплит-эндер максимально сохраняет длину, убирая секущиеся кончики по всей протяженности. Процедуру реально проводить самостоятельно, хотя производитель позиционирует прибор как профессиональный требующий мастерства. Однако выполнять процедуру нельзя слишком часто. Шевелюра начинает рядить и стончаться. В результате обработки под нож попадают не только секущиеся кончики, но и здоровые участки волос. Машинкой удобно пользоваться как профессионалом, так и дилетантом. Прибор не требует наличия электросети. Его удобно брать в поездку. Предотвращение секущихся концов. Для профилактики проблемы рекомендуется подстричь больные или участки. Только после этого приступать к лечению, предотвращению дальнейшего возникновения. На первую очередь требуется наладить питание, насытить рацион полезными продуктами или ввести витаминно-минеральный комплекс с питьевой. Режим не менее 2-3 литра жидкости ежедневно. Для предотвращения дополнительного травмирования рекомендуется производить стрижку горячими ножницами. Стандартный инструмент оставляет после среза открытый кончик. Это ворота для различных негативных влияний. При использовании горячих ножниц кончики запаиваются. Вариант сохранения достигнутого стрижка результата осуществления салонных процедур для искусственного запечатывания волоса. Наиболее популярными из них признаются ламинирование и тронирование. Шевелюра обрабатывается специальными составами, питающими, увлажняющими, создающими стойкую защитную пленку. Эффект держится около месяца. Процедуры позволяют склеить секущиеся кончики, уберечь от расслоения. Избавиться от посеченной шевелюры рано или поздно придется. Лучше не доводить ситуацию до того, чтобы обрезать существенную длину. Наиболее удачный вариант профилактическая стрижка в сочетании с мерами, уберегающими от рецидива проблемы. Полезная видеополировка волос дома. Борьба с секущимися концами волос. Продолжение следует...